13 день они бастуют и не собираются отступать. Леон, Бордо, Монпелье. Везде рвутся петарды и жгут фаеры. Тревожные новости из Лиля. Там в полицейских бросили самодельное взрывное устройство. Бутылку с воспламеняющейся жидкостью и гвоздями. Оно не сработало, раненых нет. 350 тысяч человек на улицах французской столицы. Это площадь республики. И дальше до горизонта вся улица забита людьми. За ней еще одна улица. Люди точно так же плотно ее занимают. Врачи, адвокаты, учителя. Вся Франция вышла против пенсионной реформы. Все существующие льготы отменят разом. Будь то машинистам, которые до того уходили на пенсию в 50 лет. Будь то балеринам, для которых порог был 42 года. Теперь единый возраст для всех 62 года. И стимулирование работать дольше. Как минимум до 64. У нас повсюду сокращение бюджета. Много проблем. А тут еще и эта реформа. Проект закона их объединил. Но в каждой сфере накопилось столько проблем, что гнев и недовольство бьет через край. У нас вся инфраструктура с 60-х годов. Каждый раз они пытаются как-то реорганизовать эти старые больницы. Техника вся устарела. А с пенсионной реформой не лучше? Только хуже. Дальше уже некуда. Кто спускался сегодня на станции, натыкался на закрытые двери. И вот такие замки. 8 из 14 линий парижского метро сегодня закрыты. Так что передвигаться по городу приходится пешком. Постоянно работают лишь те ветки, где поезда ходят автоматически. На перронах давка. А теперь еще объявились и фальшивые контролеры. Они проверяют билеты и прямо на месте заставляют платить штраф. Только никакого отношения эти мошенники к железным дорогам не имеют. Шесть автобусных депо полностью заблокированы. Бастуют и авиакомпании. Много рейсов отменили. Люди бастуют в Эр-Франции не только у нас. Это не только мы. Вся Франция поднимается против несправедливости. А пока туристы вынуждены подстраиваться под новые реалии, когда в городе даже самоката свободного не найти. Ходим пешком. По 20 километров в день. Башня бастует. Открыты все-таки основные музеи. Сегодня Лувра закрыт, поскольку сегодня вторник. Открыт музей Дарсе. Версаль, кстати, я не уверена, что сегодня открыт. Готовы ходить. С удовольствием будем ходить. Интересно. Много есть, что посмотреть. Париж утопает в пробках. На заправках скоро могут начаться перебои с топливом. Нефтеперерабатывающие заводы тоже бастуют. Премьер-министр Эдуард Филипп приглашает на переговоры представителей основных профсоюзов и предлагает рождественское перемирие. Но сворачивать забастовку французы не хотят. Хотя и обещают придумать компромиссный вариант, чтобы не портить другим праздничные каникулы.